Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и это новый выпуск моей рубрики «Тема». То, насколько часто меня просят о том, чтобы я снимала такие выпуски, меня реально очень вдохновляет, и я очень счастлива, что люди считают эти выпуски полезными и интересными. Если вы следите за мной в моем инстаграме, то вы наверняка уже в курсе, что я общаюсь с психологом и стараюсь в инстаграме тоже отвечать на какие-то вопросы на тему отношений, там, неразделенной любви, каких-то запретов от партнера, еще что-то. И на это все я стараюсь отвечать не одна, а с психологом, потому что у меня есть возможность привлекать к таким историям профессиональных людей. Помните, каждый выпуск этой рубрики я вам говорила о том, что я просто вам рассказываю то, что я думаю, делюсь своими советами, своим мнением, и мы вместе пытаемся друг другу помочь, разобраться в историях девчонок, может быть, и мальчишек. И я всегда говорю то, что я не профессиональный психолог, я не знаю наверняка, как правильно и не смогу всем помочь. Это правда! Поэтому в этот выпуск я решила попросить Романа, психолога, который сейчас мне помогает в моем инстаграме отвечать на многие ваши вопросы, также касательно отношений, и я решила попросить его, чтобы он записал видео-ответы на ваши истории, также на YouTube в мою рубрику в эту. Поэтому сегодня на некоторые вопросы вы услышите ответы психолога, профессионального психосоматика Романа. И я вас хочу очень сильно попросить, чтобы вы ставили лайки на эти видео, оставляли комментарии и отправляли такие выпуски своим друзьям, близким, подружкам, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть наше такое общение, увидеть какие-то истории, услышать, увидеть их со стороны. И, возможно, кому-то это поможет, возможно, у вашей подруги есть какие-то неразрешенные вопросы с парнем в отношениях, и, может быть, именно это видео поможет ей разобраться. Также, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, потому что в конце этого ролика я хочу сделать некоторое такое объявление, сказать вам кое-какую новость. Ну что ж, давайте начинать первая наша история. Юля, привет! Не думала, что напишу тебе когда-нибудь именно на эту почту, но увидела твою историю в Инстаграме о личных границах и поняла, что мне нужно выговориться, и сама я не понимаю, что делать в данной ситуации. История такая. Начали встречаться с парнем не так давно, около шести месяцев. Все достаточно хорошо, особенно если учитывать мои прошлые отношения, это вообще небо и земля. Но в прошлых отношениях у меня вообще не было никаких запретов, делала, что хочу, а тут столкнулась с кучей запретов. Нельзя носить то, что я хочу, нельзя носить топики, платье только если все вообще закрыто и не облегает. Нельзя носить какие-то шорты, ну и все в этом духе. Мне нельзя было сходить на пляж купаться с подругами. Он это обосновал так. Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел твое тело, кроме меня. Но вышла такая ситуация, что он поехал на пляж с друзьями, и я высказалась, что почему я должна в жару сидеть дома, а он может это себе позволить. После этого он сказал, что хорошо, можешь идти, но на такие пляжи, где нет никого практически. В моем городе это возможно, так как город маленький. Также я хотела сходить в клуб с подругами, мне 18, кстати, на что он мне ответил, что категорически нет. Ему, видите ли, не нравится, когда девушка, которая занята, танцует и привлекает к себе внимание. Мы ходили на свадьбу к моей подруге, и он даже там был против, чтобы я танцевала, даже несмотря на то, что он был рядом. Началась у нас ругань, но оказалось, что все эти запреты еще были более-менее. Он начал говорить что-либо о моем инстаграме, что я выставляю бессмысленные истории, просто фотка моего лица. И что вообще, если я снимаю свое лицо под музыку, это я так с собой любуюсь, и это показ высокой самооценки. С самооценкой у меня все нормально. Сказал, чтобы я меньше выставляла подобное, но что я ответила, это мой инстаграм, и я могу делать, что хочу. Но все равно в мой адрес идет разная критика. Я еще могу понять парней, которые не хотят, чтобы девушка выставляла фото в купальнике или нижнем белье, но просто истории с фоткой лица я не понимаю. Из отношений выходить я не хочу, действительно хочу будущего именно с этим человеком. Но вот все это я не знаю, как можно побороть, а терпеть это, себя не уважать, как мне кажется. Так, ну я просто в шоке. Во-первых, я максимально против любых подобных запретов в отношениях. Недавно я смотрела выпуск какого-то психолога. Психолог приводил в пример, что когда он идет по улице, видит красивую девушку, он захотел с ней познакомиться, например. Он к ней подходит, хочет с ней познакомиться, на что она ему отвечает, то что, извините, у меня есть парень. Он у нее спрашивает, сколько лет вы вместе? Она ему отвечает, два года мы вместе. Он говорит, что для меня это значит, что у нее нет парня. И также психолог говорит, что мужчине достаточно от трех месяцев до полугода, чтобы понять, что это его женщина, что он хочет быть с ней, что он хочет жениться на ней и хочет, чтобы она была только его. И самое интересное, что еще он говорил, что мне понравилось. Я в отношениях, у меня есть парень, мы не женаты. И по сути, по логике, я могу пойти на свидание с другим парнем. Вы думаете, что это звучит жестко, странно, какого черта? У тебя же есть парень, которого ты любишь? Конечно. Я с вами полностью согласна. Я не представляю себе такую ситуацию, что у меня есть парень, с которым мы живем вместе, но когда я выхожу из дома, я иду на свидание с другими парнями. Ну, то есть, для меня это как бы измена, и вообще, что за дичь? Но, по сути, по логике, исходя из слов психолога, я поняла, что он прав. Реально. То, что у меня есть парень, это не значит, что я его собственность. И, по сути, я могу сказать своему парню, типа, извини, я сегодня хочу пойти на свидание с другим парнем. Он, конечно же, скажет, ты что, охренела? Ты что, совсем с ума сошла? Мы расстаемся, пошла вон! Еще что-то. По сути. Но, с другой стороны, я тебе не жена. Я не твоя собственность. Ты меня не застолбил, скажем так, за собой. Почему? Я хочу делать все, что я хочу, я буду делать все, что я хочу. Конечно, это типа, как бы, психолог сказал, что, по сути, если вы, например, даже живете вместе, то ты выполняешь все, что должна делать жена, но ты не жена. Это настолько логично. Не давать мужчине, да или женщине, неважно вообще, как бы, от кого это исходит. Управлять своей жизнью, управлять своими желаниями. Какое право он имеет запрещать тебе выставлять, что ты хочешь, в свой инстаграм? Для меня абсолютно нормально выставить фотографию в купальнике и в белье. Я не замужем. Для меня ненормально пойти сейчас на свидание с другим парнем, потому что я сама этого не хочу, я люблю своего парня. Но он мой парень, он не мой муж. Если кто-то ко мне захочет подойти и познакомиться на улице, он увидит, что у меня нет кольца, и, по сути, я свободная женщина. Понимаете, что я говорю? Конечно, есть какие-то грани, там, нормы, морали и все такое. Ну, то есть, типа, если ты не замужем, это не значит, что нужно идти, как бы, встречаться с кем попала и гулять с кем захочешь каждый день. Это исходит от вас, от вашего отношения, характера. Но, по сути, получается так, что я свободная женщина. Я имею право выставлять фотки, какие я захочу, ходить туда, куда я захочу, приходить домой во столько, во сколько я захочу, носить то, что я захочу. И так есть. Я так и живу. Я живу так, как мне комфортно, и я безумно счастлива, что мой парень это понимает. И я думаю, вы сами заметили, что я могу позволить себе выставлять фотографии в белье, в купальнике, потому что мне нравится. Представляете? Мне просто нравится. Я молодая, красивая. Да, мои такие фотографии, может, увидите просто огромное количество тысяч людей, мужчин. Ну и что с того? Напишите обязательно, пожалуйста, в комментариях. Наверняка я знаю, что у многих девочек есть такие ситуации в жизни, что парень запрещает то, сё, пятое, десятое. Вот эти запреты, честно говоря, для меня непонятны, и иногда кто-то может сказать, типа, может быть, это зависит от каких-то традиций семьи, национальности. Я считаю, что это всё чушь полнейшая, потому что как там самый кавказский мужчина может что-то тебе запрещать, так и самый там обыкновенный, скажем так, русский мужчина, европейский. Это всё в голове. Я к этому отношусь так, и я знаю прекрасно, что есть кавказские мужчины, которые спокойно тебе говорят, дорогая, ты у меня просто, муа, ходи как хочешь, я тебя люблю, будь счастлива. А есть, например, такие же русские люди, да, мужчины, которые говорят, я тебе запрещаю ходить на пляж, если там будут люди, и вообще плавай, купайся в одежде, и чтобы ничего не видно было. Девочки мои хорошие, мы живём с вами один раз, никому нельзя, и не нужно давать возможности управлять вашей жизнью, возможности управлять вашей молодостью. именно сейчас, когда вы молодые, это единственное время, когда вы делаете реально то, что вы хотите. Конечно, нужно делать всё в пределах разумного, но подумайте о том, что когда у вас появятся дети, вам уже не захочется пойти в клуб. Может быть, вы и так пойдёте в клуб, и когда будут дети, но, например, я просто понимаю, что пока у меня нету мужа, детей, ещё что-то, ну, как бы, скажем так, да, я вот живу здесь и сейчас, и как бы кайфую, хотя всё равно я всегда думаю о будущем. И я понимаю, что вот такой красивый, молодой, чудесный, как сейчас, я уже никогда не буду. С такой красивой фигурой, и всё как бы при мне, я уже вот такой, как сейчас, никогда не буду. Потому что в любом случае время идёт, мы стареем, рожаем, ещё что-то, то есть жизнь меняется, мы не стоим на месте, и, пожалуйста, цените этот момент, который сейчас происходит в вашей жизни. Не тратьте свою жизнь на мужчин, которые запрещают вам жить. В общем, эту историю я хотела примерно так описать, что нельзя никому давать над собой вот так вот издеваться, что-то запрещать, какие-то комплексы порождать в людях. Я ненавижу людей, которые пытаются развить в человеке комплексы. Я таких людей просто на вертеле вертела. Я их ненавижу, потому что это унылые, говняные люди, сами закомплексованные, у которых жизнь просто дно, и они пытаются испортить и жизнь своей, скажем так, второй половинки. Никогда не верьте людям, которые говорят, я тебя люблю, но при этом я тебе не разрешаю делать это, я не разрешаю тебе танцевать, ты вообще глупость какую-то выставляешь в Инстаграм. Пожалуйста, не верьте, что этот человек вас любит. Как бы это обидно и грустно не было, человек, который вас любит, он будет вас любить нормальной, чистой любовью, а не вот этой эгоистичной. Потому что он любит вас только тогда, когда вы делаете то, что он хочет. То есть он вас любит не за то, что вы просто есть, а за то, что вот как бы то, что он хочет, чтобы вы делали, вы делаете. За это он вас любит. И я вообще считаю, что нету такого типа, за что ты меня любишь. Ты либо любишь человека, либо не любишь. Ты либо любишь его, когда он там неумытый, непричесанный, там, не знаю, в грязной одежде, либо ты его не любишь. Это вот просто пример. Нету такого, что когда он красивый, я его люблю. И нету такого, что когда он со мной шутит, смеется, я его люблю. Понимаете? Да, можно злиться, если вы ругаете. Ты можешь там разозлить, сказать, вот он меня так выбесил, вот просто козел. Но я все равно его люблю. Но это относится только к тем людям, которые уважительно относятся друг к другу. Я высказала свое мнение на эту историю, теперь давайте послушаем, что сказал Роман. Всем привет! И я рад разобрать сегодня вопросы, которые приходят Юлии, для того, чтобы можно было дать рекомендации и действия, как вести себя, что делать, чтобы сделать отношения гармоничными. Первый вопрос таков, что что же делать и как поступать, если парень не разрешает ходить на пляжи, не разрешает танцевать, когда идем вместе на какие-то мероприятия. И не разрешает, по сути, себя как-то проявлять. Важно первое понять, что когда еще даже не замужем, девушка и парень не женат, возникают такие вопросы, что я не хочу, чтобы ты вот так делала, я не хочу, чтобы ты вот так делала. Значит, что? Есть внутренняя угроза потерять этого человека. Если есть внутренняя угроза потерять этого человека, значит, другой делает все возможное, чтобы его как-то оградить от чего-то. Вот так вот его берет и ограждает от всего. Но этому человеку, который внутри душно, девушке, не ходи на пляж, не купайся, не танцуй, когда мы вместе куда-то идем и так далее, и так далее. Но это нарушение границ. Почему? Потому что я, значит, с точки зрения, если парень не уверен в себе, раз я боюсь, что кто-то на нее другой посмотрит, что она сделает выбор другой. По сути, здесь нужно обратить внимание, что если парень боится и вот так вот все ограждает, значит, есть где-то неуверенность в себе. Неуверенность в себе, что я достоин, я нормальный, все хорошо. Если взять еще больше, то парень и девушка, когда они еще не женаты, не замужем, они же ничего, никто друг другу не должны, правда? Но в хорошем плане, в хорошем смысле мы имеем право выбирать. Мы же имеем право выбора. Но мы можем также сказать свою точку зрения, что, ты знаешь, мне было бы неприятно и мне бы не хотелось, но чтобы ты там пошла и с другими ребятами танцевала или еще как-то это было. Но когда идет речь, что ты не можешь из дома выходить, ты сиди дома, а я пойду покупаюсь, я пойду куда-то, я буду тусить, а ты сиди дома, хорошо? Потому что я боюсь, что на тебя кто-то посмотрит, ты с кем-то познакомишься и ты убежишь. Значит, что? Если ты к кому-то другому пойдешь, я тебя потеряю. И я недостаточно хорош, я не такой, если ты уйдешь к другому. Если брать истинные, искренние отношения, то я люблю другого настолько, что да, если он даже выберет с кем-то строить свою жизнь дальше с кем-то другим человеком, то я приму его выбор и пойму, что ну здорово, хорошо. Это такие космос-космос отношения. Но мы же говорим, что сделать сейчас? Сейчас нужно понять, если идут такие жесткие запреты и вы в рамках находитесь, ваш парень вас по сути как ревнует к несуществующим, допустим, еще там парням, важно осознать то, что я могу сделать, чтобы помочь ему укрепить его самооценку. Вы же его любите, все отлично, все хорошо, хочется сохранить отношения, построить их здоровыми, красивыми, классными. Подумайте, что я могу ему как девушка дать, чтобы у него появилось понимание, что он достойный, что он классный, что он хороший. Может быть, я какими-то своими действиями критикую часто его. Может быть, я подтруниваю над ним. Может быть, я как-то вот выражаю сомнения в нем постоянно, раз он так боится и переживает за меня, что я пойду куда-то на пляж или пойду куда-то на свадьбе, просто буду с ним танцевать и кто-то на меня посмотрит и все. На то у него есть какие-то свои причины и нужно помочь ему эти причины решить, посмотреть, не провоцирую ли я его, то, что он какой-то не такой, да, и понять, что ему нужна внутренняя уверенность даже где-то в себе. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы эту уверенность хотя бы ему помочь каким-то образом усилить. И отношения будут самыми яркими и красивыми. У вас будет больше свободы, потому что за вас никто не будет бояться, все будет отлично и хорошо, чего вам и желаю. Когда я записываю это видео, я не знаю, что ответил Роман, потому что его ответ придет ко мне чуть позже, поэтому я так же, как вы, в первый раз увидела ответ психолога на эту историю, и мне самой будет интересно посмотреть его при монтаже и вообще, в принципе, на ютюбе. Обязательно оставляйте комментарии по поводу первой истории, что вы думаете, какое ваше мнение, отреагируйте как-то на ответ психолога, согласны, не согласны, со мной тоже согласны, не согласны, будет очень интересно почитать. Итак, наша следующая история. Пишу, а на глазах слезы, боль, горечь, непонимание. Мне 20 лет. За все это время я ни разу не ходила на свидания, не шла за руку с парнем, не получала цветы. Парни общаются со мной из-за выгоды. Смотрю на своих сверстников, которые уже женятся и рожают детей, а я по-прежнему одна. Все родственники и знакомые спрашивают только об одном, есть ли у меня молодой человек. И это просто нож по сердцу. Всегда пытаюсь шутиться и просто перевести диалог в другое русло. Днем я улыбаюсь и излучаю позитив, но ночью у меня начинается истерика. Я ужасно боюсь остаться одна. Может, дело во мне или просто еще не пришло время. Из-за этого я чувствую себя неуверенно. Мне просто хочется быть любимой, я чувствую себя одиноко. Спасибо, что уделила время моему письму. Я говорила, что все в жизни происходит в свое время. Я не знаю всех подробностей твоей истории. Может быть, ты просто сидишь дома каждый день, и у тебя и нет возможности с кем-то познакомиться, потому что ты просто не выходишь из дома. Много нюансов, так сразу я не могу, конечно же, сказать, не зная всех подробностей этой истории, но я думаю, что если тебе хочется быть любимой и найти своего человека, то он обязательно появится в твоей жизни. Каждый день повторяйте эту аффирмацию. Я хорошая и достойна всего самого наилучшего. Я достойно достойного меня мужчины. Я люблю себя сегодня больше, чем вчера, и меньше, чем завтра, здесь и сейчас. Глубокий вдох и выдох. У меня тоже в моей жизни бывают разные моменты, когда я не знаю, почему так происходит, когда я не понимаю, почему вот не это, почему вот у всех вот это, а у меня почему-то по-другому. Я тоже этого хочу, я достойна этого, чего я хочу, но у меня этого нету. Почему? Мы не знаем замысел, да, скажем так, великий замысел, который нас пока не касается, и мы не можем знать наверняка. Я рекомендую тебе не думать об этом и не зацикливаться об этом, потому что каждый раз, когда мы зацикливаемся на чем-то, то мы это от себя отталкиваем, мне так кажется. Я понимаю, что есть такая фигня, типа мысли материальные. Да, просто вот говори себе аффирмации каждый день, что ты достойна всего самого наилучшего, и ты достойна достойного тебя мужчины, и он появится в твоей жизни, и он будет в твоей жизни. Просто, видимо, не сейчас. Конечно же, как я и сказала, что есть такая вещь, как мысли материальные. Это правильно, я согласна, мысли материальные. Я недавно подумала о том, что, блин, может быть, в Турцию поехать. Хотя ладно уж, до чего сейчас такое время, да ладно, пофиг, посидим, еще неизвестно, что будет впереди. И меньше, чем через неделю мне пишут, Юля, поедешь в Турцию с тест-тур? Я такая, да, конечно, мысли материальные. В этот момент я прекрасно понимаю, что я этого хотела, я об этом подумала, но без какой-то, типа, знаете, корысти. Я просто вот искренне захотела. Вот это просто вот такое мимолетное желание было. Я об этом не думала каждый день. Я не заморачивала свой мозг. Блин, надо поехать или не поехать. И это ко мне пришло. Это просто такой, знаете, пример, когда ты о чем-то думаешь. Вот я, типа, постоянно думаю о том, что, блин, у меня тоже все подружки практически уже все вышли замуж. Кто-то вот только будет выходить замуж. Уже у половины дети, у кого-то уже два ребенка, да? Но я понимаю, что такие вещи в них нельзя торопиться. С одной стороны, мне хочется скорее-скорее, потому что я об этом мечтаю, да? А с другой стороны, я понимаю, что я не хочу торопиться в таком серьезном вопросе. Я просто живу здесь и сейчас. И честно, ну, как бы, у меня есть больные темы тоже по поводу свадьбы и детей. И я, кстати, прорабатываю эти моменты с психологом. И выясняю, почему у меня такое дикое желание скорее-скорее выйти замуж и родить ребенка. И на самом деле, ну, как бы, разбираясь с психологом, ну, мы пришли к такому выводу еще не до конца, да? Мы, как бы, не каждый день общаемся, потому что это не очень-то полезно, каждый день общаться с психологом для нервной системы. Но я просто понимаю, что мы приходим к тому, что у меня из-за того, что много людей в семье развелись, у меня есть ощущение того, что я одинока. И, ну, как бы, очень много разводов было в моей жизни. Не только у моих родителей и окружающих нас, родственников. И я понимаю, что, ну, типа, я очень сильно хочу, чтобы в моей жизни такого не было. То есть у меня желание выйти замуж, как будто бы в первую очередь не просто потому, что я мечтаю стать женой, а потому что для меня это какая-то детская травма психологически. Типа, мне хочется, чтобы рядом со мной уже был мужчина, с которым мы поженились, и как будто бы мы не можем развестись. Типа, знаете, хотя это максимально глупо, и головой я это понимаю. Это уже моя история, которая, ну, как бы, тоже такая грустная немножко. Я над этим работаю, я знаю, что все у меня получится, и я стараюсь не торопить, как бы, жизнь. Я стараюсь не торопиться жить. Я не знаю, зачем я так тороплюсь иногда жить, вот, и успеть все здесь и сейчас, а что делать потом? Не знаю. И давайте посмотрим, что на эту историю ответил Роман, наш психолог. Следующий вопрос хочу даже зачитать, чтобы была более полная картина, и дать рекомендацию, что же делать. Пишу, а на глазах слезы, боль, горечь, непонимание. Мне 20 лет за все это время я ни разу не ходила на свидания, не шла за руку с парнем, не получала цветы, и парни общаются со мной из-за выгоды. Смотрю на своих сверстников, которые женятся и рождают детей, а я по-прежнему одна. Все родственники и знакомые спрашивают только об одном. Есть ли у меня вообще молодой человек? Днем улыбаюсь, а ночью чувствую неприятные ощущения, да, и прям ужасно боюсь остаться одна. Может, дело во мне, или просто время не пришло, или что сделать по-другому. Чувствую себя неуверенно, просто хочется быть любимой. Да, я хочу подсказать, что в первую очередь, если так получается, что где-то кто-то что-то не додает, какого-то внимания, да, или просто даже парня нет, можно разобрать два вопроса. Первый. Подсознательно. Если нет даже на горизонте молодого человека, значит, где-то у меня могут быть страхи, переживания, что я недостойная, опять же, да, хуже, не такая, или я боюсь, что со мной поступит не очень хорошо. Соответственно, из-за этого они даже не появляются на горизонте. То есть их подсознание не допускает внутрь, в свою жизнь, просто лишь потому, что, чтобы они не причинили какого-то вреда. Допустим, чаще всего это идет из детства, что там папа не очень хорошо вел себя по отношению к маме. Девочка запоминает и говорит, боже мой, эти мужики, красавцы, правильно? И образ внутри не очень хороших, как мужчин. Хочется внешних отношений, внешне, да, я супер, я хочу отношений, хочу вот искренних, таких, как в Инстаграме, таких, как везде, таких, как на улице, вижу, но их нет. Почему? Потому что подсознание отпугивает даже потенциальных кандидатов, чтобы не испытать какую-то боль, которую испытала, допустим, мама и так далее. То есть, первое, есть какой-то страх, что что-то может произойти неблагоприятное. Нужно просто понять, есть он, если есть, убрать, понять, что я имею право жить своей жизнью и двигаться дальше. Второе, второе и вторая причина, почему это может происходить, внутренняя, внутренняя, личная своя, какая-то не то чтобы неготовность. Может быть, время не пришло, может быть, оно еще придет. Это правильно, в нужное время, в нужном месте, с нужной скоростью я устраиваю свою личную жизнь. При этом я же отношений хочу сейчас, и это не должна быть сразу свадьба и семейная жизнь. Это же нужно повстречаться, как-то узнать друг друга, хотя бы вот это вот, за руку взять, обнять, просто поцеловать. Это же те отношения, которые выстраиваются здесь и сейчас. Значит, что? Просто где-то, возможно, я себе также не позволяю этого. Где, какими мыслями, своим состоянием я этого себе не позволяю? Нужно разобраться в этом вопросе и ответить себе честно. Может быть, я их не хочу. Подсознательно этих мужчин, да, где-то видеть в своем окружении. Сознательно да, а подсознательно нет. То есть, такое, как несогласие. И убрать его. Почему? Потому что можно так себя обманывать очень долго, что да ладно, время не пришло. Да, может быть, будет все позже. Но мы же не говорим о каких-то серьезных прям сразу отношениях. Мы говорим хотя бы общаться, да, как в данном случае, что даже нет того человека, чтобы просто пообщаться за руку, да, чтобы походить парень был и так далее. Значит, есть какая-то внутренняя причина. Только, пожалуйста, не нужно здесь, знаете, как, я виновата во всем, только я, я плохая, я, вот это у меня так, да, это потому что я такая, и внешне ничего у меня не получается. Да, мы являемся причиной того, что мы есть на сегодняшний день, но и это радует то, что мы меняем свою реальность. Поэтому, да, есть задача, да, я ее и решаю. Но ни в коем случае нельзя на себя навешивать ярлыков, что я недостойна, хуже или время не пришло и так далее, и со мной что-то не так. Все с вами так, все хорошо. Нужно только подкорректировать свое восприятие к себе и свое восприятие к мужчинам. И все пойдет. Я желаю, чтобы это у вас реализовалось в нужное время и в самом ближайшем времени, чтобы вы почувствовали действительно себя истинной девушкой и у вас были отношения такие гармоничные, яркие и красивые. Следующая наша история. Хочу услышать от тебя совет. Встречаюсь с парнем три года. За все это время много раз расставались из-за того, что он иногда любил покурить. И другие наркотики. Я всегда была против. Он поднимал на меня руку из-за того, что я пилю его. Он постоянно доказывал мне, что в наркотах нет ничего вредного и настал тот момент, что мне все надоело и я уехала в другой город. Я очень сильно мучилась. В мыслях о нем я постоянно сидела дома, когда он в это время развлекался. Потом решила отвлечься другим парнем, просто решила погулять. Через некоторое время бывший парень появился опять в моей жизни, начинает вести себя как идеальный парень, просит, чтобы я вернулась, что он изменился и больше не будет себя так вести. И... Браво! Я, конечно же, простила его за все. Перестала общаться с парнем, с которым погуляла. Он был идеальный, хороший, добрый, веселый, вежливый, без вредных привычек. Говорил, что надо учиться, что надо работать. Советовал мне, как можно сделать свою жизнь лучше. Но я понимала, что это не мое. То, что я привыкла просто к гадким отношениям. Я привыкла к тому, что со мной обращаются как с дерьмом. Я так себя ненавижу за это. Так вот, я приехала обратно в свой город, и мы решили снять квартиру. Все было хорошо, но через некоторое время мой парень нашел в моем телефоне переписку с парнем, которым гуляла не в отношениях. Он узнал об этом. И прошло уже полгода, как он в каждой ссоре вспоминает это и начинает унижать, бить. Он пользуется этой ситуацией тогда, когда он виноват. Я начинаю винить его в чем-то, то, что он что-то не так сделал, а он в ответ начинает злиться и говорить из его слов. Вообще заткнись, х**а, ты вспомнишь, что ты сделала, ты погуляла, а может и переспала с этим парнем. Ты злит сам себя. И после начинает унижать. Мне очень страшно. Он мог избить меня на глазах у прохожих людей. Просто трепал, и люди это видели. И ничего не делали, потому что верили в то, что он говорил. Ш**а, м**ц, шляешься. И люди просто думают, ну раз он так говорит, значит это правда. Мне так обидно с этого, просто до слез. Я просто не знаю, что мне делать. И еще о наших отношениях не знают мои родители. Моя мама категорически против, чтобы я с ним встречалась. И я просто никому не могу пожаловаться. Просто, чтобы мне подсказали, дали совет, поддержали. От подруг я давно отказалась, из-за того, что они видели со стороны и говорили, что он не мой человек. Что надо расстаться. Но я никого не видела и не слышала, кроме него. И из-за этого я потеряла подруг. У меня нет никакой поддержки. Он даже против, чтобы я шла учиться на высшее, потому что я там с кем-нибудь познакомлюсь и найду себе подруг. Мне так жаль, что я снова поверила в эти отношения. Но так жаль, что ради этого человека я обманываю свою маму, которая мне верит и думает, что я живу одна. Мне очень жаль. Я просто не знаю, что мне делать. Честно сказать, я просто в шоке. Ну, такая тяжелая история, очень как бы неприятная. То, что человек возвращается к таким отношениям. Также хочу сказать, что никогда не надо иметь ничего общего с на*****ми, с алкашами и просто с мужчинами, которые тебя унижают, бьют. Я понимаю, что это страшно. Я понимаю, что иногда мы не можем выбраться из этих отношений. Также я понимаю, что тебе очень обидно, что ты не можешь сказать своей маме правду. На самом деле для меня это было бы просто ужасно. Каждый раз девушки, ну, может, и парни, да, в каких-то историях допускают такие ошибки, верят. Верят, что всё изменится, что всё наладится, что всё будет нормально. У всех разные ситуации, и мне со своей колокольни просто сказать, типа... В моих прошлых отношениях было много неприятных моментов, и я помню себя, что иногда я просто лежала одна в кровати и плакала. Когда он был дома, но ему было, ну, как бы неинтересно, что там у меня за грусти происходят. Это ему было, как бы, пофиг, и меня никогда не били, слава богу, никогда на меня руку не поднимали. Меня могли оскорблять, как-то, не знаю, пытаться развивать во мне комплексы тоже такое было. И самое интересное, что всегда меня мучает в этом вопросе. Тот самый момент, когда ты плачешь в кровати, в подушку, и понимаешь то, что твоя жизнь дно, что ты кусок говна, что ты несчастлива, ты плачешь, а на следующий день ты стараешься сделать всё так, чтобы всё стало снова хорошо. Я знаю, о чём говорю, потому что у меня в моей жизни было именно так, и на протяжении где-то полтора года так было постоянно. И я, честно говоря, совершенно не понимаю себя. Точнее, как сказать, читая такие истории, я думаю, как ты можешь просто взять и не уйти? Это же просто ужас! Такое отношение, это просто мерзость, это просто фу! Но при этом, что самое интересное, ведь я точно такая же. Точно такая же, потому что ты всегда в любом случае будешь надеяться на лучшее. Ты всегда будешь уговаривать себя, говорить, что ну просто вот он сейчас вот так вот, вот сейчас он просто очень расстроенный, сейчас я стану ещё лучше, и он увидит, какая я хорошая, что я не говно. Он должен видеть, что я не говно. И когда только у вас возникает мысль о том, что это не ваш человек, что вы несчастливы, что он доставляет вам боль, вы должны понять, что вы его не любите. Потому что вы его не любите. А самое главное, что он вас не любит. Потому что если бы он вас любил, он бы не доставлял вам такую боль. И я понимаю, что со стороны всегда легко сказать. Мне было очень сложно выйти из таких отношений, которых я не знала, я не понимала, люблю я, не люблю. Мне всегда казалось, что я люблю. Наверное, я люблю. Нет, ну я же люблю. Ну как я могу расстаться с человеком, которого я люблю? Ну я что, дура? Он же тоже меня любит. Он мне говорит, что он меня любит. Как я могу расстаться с тем, кого я люблю? Ну да, я плачу по ночам. Ну да, я несчастлива. Ну я же его люблю. И это самое ужасное, потому что это такое большое заблуждение. Я дала себе слово. Когда я вышла из этих отношений, причем я не знаю, знаете вы или нет, что, наверное, я бы, может быть, если бы не обстоятельства, если бы я не встретила Славу, то, может быть, я бы не рассталась со своим бывшим молодым человеком. Точнее, я бы с ним рассталась 100%, просто, может быть, через полгода. Как долго я готова была терпеть себя несчастливую, скажем так. Я не хочу сказать, что мой бывший как-то очень плохо со мной обращался. Я не хочу выставлять все так, что он просто чудовище по отношению ко мне. Потому что это не так. Иногда были моменты, когда, ну как бы, я была очень счастлива, он ко мне очень хорошо относился. Были и такие моменты, но я просто понимаю, что он не любил меня, он не хотел как-то радовать меня. Я ему неинтересна была, может быть, не знаю. То же самое наоборот, только я всегда старалась, я не знаю, показаться какой-то хорошей, сделать что-то хорошее, чтобы он заметил, что, блин, да я классная, я очень интересная, меня надо любить. Вот реально надо. И это самая большая ошибка, потому что ты не заставишь человека себя любить. Ты не заставишь человека, чтобы у него появился какой-то интерес к тебе. Если ты находишься в отношениях, где тебя унижают, бьют, оскорбляют, запрещают что-то, и ты с этим согласна, это твой выбор. И пока ты сама для себя или сам для себя не решишь то, что ты не хочешь такой жизни для себя, ты будешь так жить. Расставаться очень страшно. Просто кошмар, как страшно, особенно если первые отношения. Я об этом уже рассказывала в своих других видео. Но самое интересное, что когда вы расстаетесь, проходит какое-то время, особенно если ты встречаешь какого-то классного парня, влюбляешься в него, у вас начинается бурный роман, любовь, фейерверки, отношения к тебе просто как к чуду чудесному. Ты в этот момент понимаешь, что вот это то, что ты хотела, это то, что тебе нравится, и то, что жизнь не такое уж и говно, и что все можно решить, и не нужно держаться за людей, которые тебя не любят, не уважают, не ценят. В жизни бывает по-другому. Поэтому, знаете, про моего бывшего парня я уже говорила, что я не хочу говорить нехорошие какие-то вещи, потому что, как ни крути, он все равно дорог мне. Хоть и сейчас мы уже много лет не общались, я без понятия, что у него там в жизни происходит, как у него дела, и все в этом духе. Но я помню много моментов, которые были с ним, когда мы просто дружили, например, и, ну, я не смогу это просто забыть вот так вот в одночасье. Когда мы расставались, для меня это было очень тяжело. В тот момент я понимала, что мы не будем мужем и женой, во-первых, просто мы не будем мужем и женой, у нас не будет, у нас нет будущего совместного. Вот что я понимала. Дело даже не в том, что иногда он ко мне как-то не очень относился. Может быть, я и сама виновата в том, что у него не было ко мне какого-то интереса, и он мог просто вот так вот забить на меня. И типа, да мне пофиг, мне пофиг на тебя, на твои эмоции, на твои чувства, пофиг. Может быть, и я так к нему по отношению делала. Всегда есть две стороны медали. Я не говорю, что я там солнышко какое-то плакала по ночам, но я помню это так для себя, потому что это, ну, мои обиды, моя грусть какая-то. Хотя я не держу на него обиды вообще, мне всё равно, я счастлива, что я сейчас счастлива. Вот и всё. Когда мы расставались, мне было это очень сильно тяжело, потому что я понимала, что мы не будем больше общаться никогда. Я это понимала, потому что он не захочет со мной общаться, он не захочет со мной дружить. Просто не надо гулять, пить кофе, ещё что-то. Он не захочет просто поздравить меня с днём рождения или с Новым годом. Я была готова общаться, для меня это было абсолютно нормально, потому что до того, как мы начали встречаться, мы много лет были лучшими друзьями, и я понимала, что сейчас я расстаюсь не просто со своим парнем, с которым у нас не получилось, с которым у нас были какие-то неприятные моменты последний, там, год-полтора. Я расстаюсь с очень важным человеком в моей жизни, который со мной был очень-очень давно. И такое расставание намного сложнее, вот если честно, чем, как мне кажется, расстаться с человеком, который тебя бьёт, унижает. И я не понимаю, всё равно скажу, что я не понимаю, как можно не уйти от такого человека. Поскольку в этом выпуске с нами общается психолог и помогает мне дать вам какие-то ответы, я, наверное, дам слово ему, потому что мне не так много, что есть ещё сказать на эту тему. Я надеюсь, что я просто поднимаю такие темы, и это самое главное. Следующий вопрос таков, разберём, и как вы думаете, дорогие подписчики, почему так случилось и что делать? Есть девушка, у неё есть парень, он любит покурить траву, он любит лишнего выпить, лишнего-лишнего, и прям так вот очень капитально. Вот. И она не выдерживает. Они расстаются, но проходит какое-то время, он говорит, нет, давай будем вместе, я поменяюсь, всё здорово, всё хорошо. Ну, всё, она соглашается, новые отношения, чувства, всё снова по-новому. И происходит так, что он находит её какую-то переписку в телефоне, да, с кем-то читает, и начинает её материть такими словами, которыми, ну, сама девушка, может быть, не слышала, да, нехорошими. И вопрос, да, как так, почему такие отношения, почему это со мной? Всё очень просто, нужно понимать, что когда есть отношения, и парень ударяется в какие-то или наркотические вещества, или принимает, или курит, или ещё что-то, это говорит о том, что девушка себя не любит. А почему? Потому что если есть такая реакция, если есть такая реакция, когда тебя оскорбляют, тебя даже, не дай бог, руку поднимают, и ты думаешь, нет, всё, это любовь, это любовь, это прям, это любовь, он бьёт, значит, любит. На самом деле, это очень огромная нелюбовь к себе у девушки, а парень всего лишь отражает действиями и словами всё то, что девушка внутри говорит или относится к себе. Дорогие девушки, поймите, пожалуйста, что это чёткое отзеркаливание идёт, и то, что я дала второй шанс, а он вот так вот, это говорит о том, что есть внутри такое состояние, когда я чувствую себя плохой, и со мной можно так поступать, со мной можно так поступать, и я терплю это. А вдруг это самый последний, кто мне предначертан, и теперь всё. Лучше я буду терпеть, ну, буду с парнем и так далее. У него, да, есть на это свои причины какие-то, да, обязательно, но и у вас есть то, чем он вас отражает. Что делать? Первое, что нужно, это понять свою самооценку, как я к себе отношусь. Если девушка хорошо к себе относится, её никто не может оскорбить, ей никто не может нагрубить. Если это раз происходит, просто дальше отношений нет. Не дай бог, кто-то, если поднимает руку, нужно сразу делать вывод. То есть мужчина, когда поднимает руку, он уже расписывается в своей слабости. Но когда женщина говорит, ой, ничего, ничего, переживём, да ладно, я его прощу и так далее, буду дальше двигаться. А он повторяет, такие действия повторяются, это чёткая нелюбовь к себе, и, дорогие девушки, начните любить себя, начните уважать, ценить себя. Вы более ценные и важные, чем вы думаете о себе. Нужно очень важно относиться к себе в плане самоценности, потому что внешний мир сразу реагирует. И кто, кто с тобой близко, и кто противоположный пол. Понимаем, да? Поэтому любите себя только практично, не философски, а практично. Делайте действия по отношению к себе, цените себя, уважайте, вы достойны большего. И живите яркой и красивой жизнью. В общем, вот такой вот ответ психолога. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях также, что вы думаете по поводу этой истории. Напишите какие-то свои советы, рекомендации, что было у вас. Напишите, как вы всё это видите со стороны. Я думаю, что человеку, который написал эту историю, и людям, у которых похожие ситуации, это будет очень важно и интересно. Ну что ж, ребят, и последняя история на сегодня. Юля, привет, мне 23, моя история об отношениях. В отношениях 6 лет, месяц назад мы поженились. Это мой первый мужчина, очень сильно его люблю. Даже думаю, что больше, чем себя. Иногда мне кажется, что муж вселяет в меня комплексы. Я упустила этот момент и не могу сказать, как давно это началось. За время отношений я сильно поправилась. Он очень негативно к этому относился, заставлял ходить в зал. Я очень стеснялась, потому что мой самый близкий человек, грубо говоря, гнобил меня за то, что я жирная. А если в зал пойду, думала, вообще будет жопа. Я и так закомплексованная по поводу лишнего веса и внешности, ещё и спортсмены будут осуждать. Я отказывалась от похода в зал и продолжала комплексовать. Долгое время он ходил один, так как считал себя тоже жирным, хотя, на мой взгляд, у него всё в порядке, и про якобы его лишний вес я ему никогда в жизни не говорила. Я люблю его любым. Естественно, это вгоняло меня в ужас ещё больше, потому что там красивые девчонки, на которых он смотрит, а дома я, которые ему не нравлюсь. Дело дошло до разговора о том, что он действительно смотрит там на баб, и если я не буду ходить в зал, он уйдёт, потому что он хочет видеть меня идеальной, и ему нужна я только не жирная, а как раньше. Но если ничего не поменяю, он уйдёт. Проблему решили, я себя переборола, пошла вместе с ним, всё стало так, как он хотел. Я похудела, все счастливы, но комплексы жирухи остались. В голове я не похудела, и всё так же чувствую себя какой-то не такой. Я также стесняюсь пойти на пляж с подругами, друзьями. За все шесть лет я ни разу не купалась в кругу общих друзей. Летом не могу носить открытые платья, шорты, короткие и так далее. Хотя в начале отношений всё было супер. Я никогда не стеснялась, могла вообще ходить в купальнике на отдыхе. Соответственно, этот комплекс благодаря мужу. Но самое интересное это то, что совсем недавно, где-то за шесть месяцев до свадьбы, он пришёл с работы и холодно сказал, «Я тебя не хочу, ты меня не возбуждаешь». И тут я о***ла. Во мне стало столько обиды, злости, подозрений. Я не могла понять, что происходит. Может, он изменяет? Или я правда такая мерзкая, что меня не хочет мой мужчина, единственный, с которым мы шесть лет? Что не так? Это всё запустило процесс. Я начала общение со старым другом, который подкатывал ко мне. Откровенно ему пожаловалась и решила выяснить, действительно ли я такая уродка, что не возбуждаю. Отправила фоточку, прикрепляю тебе, вам не покажу. И выяснила, что я очень даже ничего. Он откровенно сказал мне, что хочет меня, и я прекрасна. Наш с ним диалог затянулся на долгий год. Всё было скрытно, как мне казалось. Была близка измена, но, к счастью, обошлось. Этот парень нас спалил. Муж обо всём узнал, был скандал, свадьба была на грани срыва. Мы всё простили друг другу, поговорили, и всё хорошо. После этого случая муж стал даже лучше ко мне относиться. Стал шикарным, но ненадолго. Сейчас я в любой момент могу посмотреть на него и вспомнить в голове те слова. Я тебя не хочу, ты меня не возбуждаешь. Такое чувство, что я не могу это отпустить и простить. В голове от этого всё те же жирные комплексы и куча мыслей. Я не знаю, как с этим жить. Как это не вспоминать? Я сегодня одна дома, у меня выходной, опять думаю про это. Гоняю мысли в одиночестве и просто хочу реветь. Что со мной не так? Как эти слова забыть? Как к ним относиться? Какая причина того, что он мне это сказал? Может, это действительно так? Или он мне изменял, изменяет? По-прежнему не могу купаться на море. Жуткий стресс и стеснение испытываю. А с близкими друзьями в бассейн пойти или куда-то тем более. Слава богу, не стесняюсь в зал ходить. Знаю, что он также не может мне просить эти фотографии для друга, но понимаю, что сам виноват и почему я так сделала, но простить не может. Думаю, у него тоже куча мыслей на этот счет. Честно, я представляю, какие у тебя ощущения, какие у тебя чувства. У меня не было такого, что мне в лицо парень что-то говорил, типа, ты меня не возбуждайся, я тебя не хочу. Мне в лицо так никто не говорил, но в моих прошлых отношениях были моменты, когда я сама себе это накручивала и была уверена, что, ну, как бы так, что меня он не хочет, и я ему, как бы, не нравлюсь. Да, и мне было очень тяжело от этой мысли, мне было тяжело понять, разобраться. Я напрямую задавала вопросы. Ты что, меня не хочешь? Я что, тебе не нравлюсь? И на самом деле всегда в свой адрес я слышала ответ, типа, да ты что, это же какие-то глупости, хочу! Конечно же, для меня этот ответ ничего не решал, потому что мои чувства внутри были намного сильнее, и вот эта вот обида отношения человека ко мне, которая во мне как раз-таки развивала вот эти комплексы. Я не представляю, что испытывают девушки и ты, когда тебе твой мужчина говорит такое. Если бы мне такое сказал мой парень, я клянусь, я не знаю, просто для меня это всё, а как бы мы можем тогда просто дружить пока, потому что я не понимаю, как это возможно, как, как это возможно. Я понимаю, когда вам там лет 70, может быть, ты меня не возбуждаешь уже. Ну, я не могу просто уже, но, но когда вы молодые, мне это непонятно. И, конечно же, я бы тоже подумала, типа, про измену. Я не знаю наверняка, и не могу сказать точно, что стопудово, скорее всего, так, но для меня это странно. Нормальный мужчина хочет с***, я так считаю. И если он хочет с***, и он хочет тебя, то это должно быть. Просто для меня не может быть такого. Я уже рассказывала в предыдущих видео, что я так отношусь к вот таким приколам, типа, сегодня я тебя люблю, завтра я тебя уже не люблю. Для меня один раз, когда человек тебе говорит, что я не уверен, что я тебя вообще-то люблю, ну, как бы для меня дальнейшие слова уже не имеют значения. Типа, ну, как бы это просто сегодня так, ну, вот это вот, знаете, я не знаю, какое может быть оправдание, объяснение этому, но я не понимаю, такого варианта не может быть, что сегодня я тебя как бы не хочу, и ты меня не возбуждаешь, но после того, как я увидел, что ты с кем-то общаешься, ты меня вдруг резко возбудила, я тебя резко захотел. Для меня это ненормально. Если мужчина тебя хочет, и ты его возбуждаешь, то ему не нужны поводы для того, чтобы он об этом вспомнил. По поводу комплексов, что могу сказать, что у меня очень много комплексов как раз-таки по отношению к себе пробуждалось именно из-за вот такого отношения мужчины ко мне. Знаете, как я для себя могу понять, что я не люблю человека? Если я могу ему соврать, я никогда не вру, вот этот момент, когда я могу что-то делать втайне от него, врать ему, что-то скрывать, для меня это показатель того, что я его не люблю и мне плевать. Потому что мне не плевать, да? Но если я это сделаю, это значит, что мне плевать на него, на то, что он узнает, на то, что он почувствует или не узнает. Я готова со спокойной душой с кем-то общаться за его спиной, еще что-то. Но это значит, что я его не люблю. Потому что если бы я его любила, я бы не могла себе это позволить, потому что как я могу предать своего любимого человека? Я даже об этом думать не буду, потому что мне никто неинтересен и не нужен. И как ты пишешь о том, что ты общалась с каким-то парнем аж целый год, и всё шло к измене, это ещё один показатель для меня того, что ты его просто не любишь, потому что, ну, я бы так именно и почувствовала в своём теле, находясь. Если бы я была готова, скажем так, изменить или общаться целый год с каким-то другим парнем, для меня это говорит лишь о том, что я его не люблю. Очень часто мы держимся за отношения, думая, что мы любим вот этого парня или девушку, неважно. Мы держимся, потому что мы думаем, что мы не сможем это пережить, потому что я люблю этого человека. Но на самом деле нужно понимать, что очень часто это какая-то привязанность, привычка. И, по сути, можно избавиться от привычки, можно избавиться от привязанности. Я понимаю всегда, что каждая ссора, каждые неприятные слова, которые мы говорим друг другу, оскорбления какие-то, ещё что-то, они не забываются. Ты можешь это как бы простить и скинуть на то, что, ну, как бы, наверное, мы просто вот, ну, как бы поругались, позлились, но, по сути, в конечном итоге, в какой-то момент, когда тебе очень плохо, ты вспоминаешь, сколько неприятного твой любимый человек сделал для тебя, и сколько неприятных слов он тебе сказал, и ты не можешь сделать вид, что этого не было. Поэтому каждый раз, если мы, там, не знаю, со Славой, например, ругаемся, у всех бывают ссоры, это нормально, но мы не переходим какие-то границы, мы не начинаем оскорблять как-то сильно друг друга. Мы можем назвать друг друга, типа, козёл, ещё что-то там. Это не такие оскорбления, знаете, очень неприятные, которые задевают тебя до глубины души, и, ну, как бы, у тебя потом какие-то комплексы появляются. Поэтому, пожалуйста, думайте, что вы говорите во время ссоры с любимым человеком, да и просто вообще думайте о том, что вы говорите. Потому что сегодня это просто, как бы, обычная ссора, которая у вас постоянно происходит, а через несколько лет это огромный скандал, и, как бы, пока! Вот, как раз-таки девочка пишет, сейчас я в любой момент могу посмотреть на него и вспомнить в голове те слова «Я тебя не хочу, ты меня не возбуждаешь». Такое чувство, что я не могу это отпустить и простить. Зачем это отпускать? Зачем это прощать? Если тебя это так сильно тронуло и так сильно обидело, почему ты думаешь, что, ну, типа, через несколько лет это не повторится? Почему ты думаешь, что через несколько лет опять он тебе не скажет что-то такое? Типа, фу, ты уродиной стала! Вот мы с тобой, когда познакомились, там, 10 лет назад, и начали встречаться, ты была такой, а сейчас ты другая. Вот я это, ну, как бы презираю, потому что, если вы, как бы, вместе, если вы любите друг друга, вы не должны любить друг друга за что-то, вы любите просто человека за то, что он есть. И если подумать о том, что в какой-то момент мы все постареем, начнем сидеть, лысеть, жирнеть, кожа повиснет, еще что-то, что вы тогда скажете? Фу, ты, блин, старая! Да, я тоже старая, но ты старая, ты не такая, когда тебе было 20 лет. Пожалуйста, думайте о своем будущем, думайте о тех людях, которых вы впускаете в свою жизнь, думайте о тех людях, которые причиняют вам такую боль и так себя ведут по отношению к вам. Уважайте себя и никогда не любите кого-то больше, чем себя. Только если это ваши дети, еще ладно, но мужчину нет. Возможно, это звучит жестко, я спокойно могу сказать, что я очень сильно люблю своего мужчину, но себя я люблю больше, потому что я себя никогда не предам, никогда не брошу. Я не говорю, что мой мужчина так сделает, но я никогда не стану развивать в себе специально комплексы, как бы говори себе какие-то неприятные вещи. Поэтому, пожалуйста, любите себя и никогда об этом не забывайте. Ну, а теперь давайте посмотрим, что на эту историю ответил психолог Роман. Сейчас хотелось бы разобрать ситуацию, когда только-только молодая пара женилась, девушка вышла замуж, они встречались 6 лет, и сейчас уже, когда они живут всего лишь месяц, есть какие-то комплексы, какая-то закомплексованность, страхи в отношениях. Оказывается, что в то время, когда парень с девушкой встречались, в течение этих 6 лет, он ей постоянно говорил, что она жирная, какая-то что-то в ней плохо. Они в спортзал ходили, ходят, работают над собой, все супер, но он постоянно ей об этом говорил. И в один прекрасный момент пришел и сказал, слушай, я тебя не хочу, ты меня не возбуждаешь. Что думать девушке, что ей думать, что со мной, что я, я, что я, что я, я вообще плохая, или он изменяет, или я вообще вроде как нормальная, ну, что, что произошло, непонятно. И она позвонила другу, скинула фотку, и я нормальная, да, ну, как бы, да, со мной все хорошо. Я поняла, фидбэк, да, мне дал друг. Но все бы хорошо, все забылось, все отлично, но так как мы женились, да, и сейчас у меня эти крутятся мысли, говорит девушка, и вдруг, а вдруг опять это настигнет, что я, в общем, я тебя не хочу, ты меня не возбуждаешь. И что мне делать с этим? Одни комплексы, да, хочется реветь. То есть, в первую очередь, в первую очередь нужно понять, что такая ситуация происходит, когда действительно есть в сторону себя какие-то чувства, мысли, эмоции, я плохая, я недостойная. Как только девушка считает в эту сторону, внешне даже мужчина не хочет этого сделать иногда. Я не оправдываю мужчин. Но у него это вылетает, и он говорит, да ты какая-то не такая, с тобой что-то не так. И все, разрывается шаблон, я плохая, я боюсь, боюсь, что отношения испортятся, а вдруг он будет изменять. Мужчины, конечно, парни, должны запомнить раз и навсегда. Одно дело даже говорить, нельзя, что девушка плохо приготовила, если она приготовила, и ты не можешь это есть, тебе выгоднее это съесть. И сказать, ну да, можно в следующий раз по-другому, но ни в коем случае не сказать, фу, какое-то фу. Ну, то есть... А тем более в внешности девушки. Если парень говорит, фу, да ты жирная, да ты какая-то не такая, эта обида может затянуться на много лет. Парни, если вы хотите красивые отношения, выбирайте слова, и сделайте как-то благоприятно, сделайте сами что-то, чтобы она захотела до вас поменяться, нежели вот так вот говорить, вот и такая. Какие можно строить отношения потом на этой почве, когда ты оскорбил другого человека? Очень долго придется заслуживать этого внимания и прощения. Так вот, что делать девушке? Поймите, в первую очередь, вы нормальные, с вами все классно, все хорошо, все реально хорошо. Не потому что вас подбодрить, а потому что у вас все хорошо. Единственное, что нужно обратить внимание, это то, где я себя недооцениваю, где я себя не люблю, опять же, и где я себя, наверное, критикую или сама себя убеждаю, что я не такая. Как только эти мысли есть у девушки, парень их считывает на подсознательном уровне, это как будто на лбу написано, я не такая, обозви меня, скажи мне что-то плохое, ну скажи, я же внутри такая, давай скажи. И он говорит, она говорит, вот видишь, вот он мне говорит, что я плоха. Внутри, значит, есть что-то, что отклик дает от окружающего мира. Поэтому нужно обратить внимание, да, где я к себе так вот не очень хорошо отношусь. Потом в результате верю чьим-то убеждениям. Они могут быть даже беспочвенные. Первое, увидели, что я где-то себя критикую, я не такая. Вот там в той ситуации вернитесь в прошлое, да, где я решила, что я такая. Поймите, что я нормальный, со мной все хорошо. Второе, когда вам так говорят в отношениях, когда вы долго встречаетесь, или уже даже замужем, дорогие женщины, попросите, чтобы с вами общались как-то более деликатно или из любви. Потому что мужчины разные и у каждого свое восприятие. А вот скажу так, скажу так вот. А нужно понимать мужскую и женскую природу и общаться так, чтобы было классно всем, а не только тому, кто говорит, ой, надо работать над собой. Да, ты такая плохая, работай над собой. Может пойти обратная реакция. Поэтому обращайте внимание на то, как вам есть, какое отношение и, пожалуйста, давайте обратную связь, что ты знаешь, ну, как бы мне так некомфортно, когда ко мне обращаются, я даже не очень себя чувствую и я в таком тоне, там, допустим, не общаюсь или я не люблю, чтобы вот так ко мне обращались. Или, пожалуйста, давай вот в наших отношениях, чтобы было все по-другому, чтобы наше общение было такое благостное, благоприятное, чтобы мы из любви все это делали, потому что мне это не нравится. И тут может быть ответ такой от парня, что, ну, почему ты не принимаешь конструктивную критику и так далее? Дорогие парни, какая может быть конструктивная критика, когда женщине говорят прямо в то, что ей изначально природой дано? Она красивая, девушка красивая. Она проснулась, она какая? Она красивая, вот такая, вот такая, вот такая. Она красивая, она просто красивая. Девушки, вы красивая, когда проснулись. Вы еще что, не знаете об этом? Ну, так теперь будете знать. Когда она причесалась, она какая? Она прекрасна. Все, это вы должны знать и ценить должны то, что вам дано по праву. А если идет извне какая-то негативная ситуация, которая вам говорит о том, что ты какая-то не такая и так далее, и так далее, дайте обратную связь, что вы нормальный, с вами все хорошо. Если есть пожелание, чтобы вы были лучше от молодого человека, когда они идут, пусть вам действительно это скажет, ну, как-то вот из любви. Потому что сразу вопрос, ты сейчас это мне говоришь, потому что ты меня любишь или потому что ты хочешь меня оскорбить? Для меня же это важно, моя внешность. Для мужчины важны поступки, его красят поступки. А для женщины, что она красивая. Понимаете? Самовосприятие. И она все для этого делает. Ну, правда же? Чтобы быть красивой, потому что это ее, это твое, это ваше. Поэтому вы яркие и красивые, помните это раз и навсегда и общаетесь именно так, и давайте, чтобы с вами общались именно так, как вы этого заслуживаете. А вы заслуживаете хорошего к себе отношения и чтобы вас ценили, любили. Хорошо? Обнимаю всех. Всем красивой, яркой жизни, ярких отношений. и жить в гармонии, в любви с мужем, с женой, с парнем, с девушкой, чтобы все у вас только росло вверх и только улучшалось. Наше видео подходит к концу, но это еще не конец. И у меня есть для вас важные новости, которые я как раз таки объявила в начале этого видео. Вы знаете, что у меня всегда было и есть большое желание помогать людям. Помогать хоть как-то, как я могу, какую возможность я имею, так я и хочу этой возможностью воспользоваться, чтобы помочь. Мое общение с психологом и то, что мы начали вообще разбирать какие-то истории, вдохновило меня на то, чтобы постараться побольше вместе поработать с психологом и именно поработать над вашими историями, над вашими проблемами и помочь многим девчонкам решить свои проблемы. И мы с Романом подумали над тем, чтобы провести совместный и бесплатный вебинар «10 неочевидных ошибок, разрушающих отношения». И на этом вебинаре вы сможете узнать «10 ужасных ошибок, которые совершают парни и девушки в отношениях». Поймете, как это влияет на вашего партнера и как сохранить гармоничное и доверительное отношение. Ссылку на этот вебинар я оставлю в описании к этому видео, поэтому, пожалуйста, если я вас заинтересовала, если у вас есть вопросы, если вы хотите узнать ответы на свои вопросы, то, пожалуйста, зайдите, зарегистрируйтесь и попробуйте. Этот вебинар подойдет девушкам, которые находятся сейчас в отношениях, у которых есть какие-то проблемы, которые они не могут решить, не могут понять свою вторую половинку, и также этот вебинар относится к тем девушкам, у которых сейчас идеальные отношения, все круто и классно, но вы переживаете за то, чтобы у вас всегда все было так классно, поэтому этот вебинар подойдет абсолютно для всех, и для тех, кто хочет решить свои проблемы, и для тех, кто хочет узнать, как не допускать каких-то ошибок в отношениях. Я думаю, что вы знаете, что все люди разные, все допускают разные ошибки, и иногда нам кажется, почему я допускаю такие ошибки, а моя подруга такие ошибки не допускает в своих отношениях, но допускает какие-то другие, на которые я смотрю и не понимаю, как ты могла такое сделать, как ты могла так поступить или так сказать, или вообще, откуда у тебя такие мысли в голове. И понятное дело, что все люди совершают разные ошибки. Те ошибки, которые совершает моя подруга, допустим, это просто пример, я их не совершаю, но так же бывает и наоборот. Поэтому этот вебинар поможет вам как раз-таки узнать, какие ошибки вам не нужно допускать. Поэтому поверьте, если вы пройдете этот вебинар, то вы будете видеть вот эти вот ошибки издалека и стараться их, скажем так, убрать из своей жизни и перешагнуть их и пойти дальше счастливо. И вторая самая большая новость. Я на самом деле очень волнуюсь, я очень из-за этого переживаю. Для меня это очень важный момент, потому что, ну, потому что я счастлива. С одной стороны, я безумно счастлива, что у меня получится и получается прийти к тому, чтобы сделать что-то такое классное, полезное. А с другой стороны, я очень сильно волнуюсь, потому что не знаю реакции людей, конечно же, и я очень надеюсь на вашу поддержку, поэтому говорю. На этом вебинаре я совместно с психологом презентуем наш авторский интенсив по отношениям. Участники вебинара смогут вступить в этот интенсив по самым выгодным для вас условиям. Также на этом вебинаре вас будут ждать бонусы, поэтому, друзья, регистрируйтесь на вебинар по ссылке в описании. Ну и на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, я очень надеюсь, что оно вам помогло. Я надеюсь, что вы поддерживаете мои идеи и хотите так же, как и я, помогать людям, хотите так же, как и я, разобраться во всем сложном в этой взрослой жизни, понять, какие ошибки не нужно допускать, ну и, в принципе, как их избежать. Я вас безумно сильно люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, никому не позволяйте унижать себя, оскорблять и любите себя, пожалуйста. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok